Омские предприниматели не хотят очищать от снега территорию возле своих ларьков и магазинов. А те, кто это делает, потом его не вывозят. Некоторые и вовсе сдвигают сугробы на тротуары, тем самым перекрывая дорогу пешеходам. Только в Ленинском округе чиновники выявили более 30 нарушений, продолжит Елизавета Василевич. У вас двор не есть? Убирает? Да, убирает. Каждый день? Каждый день. У торговых павильонов на улице Карбышева небезопасно. Снег с прилегающих территорий убирают время от времени, а от наледи начинают избавляться только после приезда проверяющих. Очищать необходимо до плитки или асфальта. Например, если это общий пик до 20 метров, либо до проезжей части они обязаны очищать. Если это, скажем, кондитерские цветы или еще такой обычный ларек, который продает продукты питания и так далее, то это до 5 метров. То есть 5-10 метров. Впрочем, никто и не отрицает. Тротуар не всегда удается очистить качественно. И отчасти, по мнению предпринимателей, виноваты дорожники. Техника, которая вот идет, вы видите по всей вдоль дороги, что они когда идут, они все сюда грейдером сваливают. Соответственно, дворник просто иногда не справляется. Оправдания у арендаторов и бизнесменов разные. Но всех объединяет одно. Они не боятся проверок администрации. Ведь штрафы от 5 до 100 тысяч выписывают не сразу, да и не так часто. Сначала бизнесменам выдают уведомления и только в случае бездействия привлекают к административной ответственности. В число нарушителей правил благоустройства попадают и крупные торговые сети. Прилегающую территорию практически не очищают, несмотря на то, что у этих магазинов есть свои дворники. Да и сам снег не вывозится на протяжении всей зимы. Огромные сугробы лежат и на территории частного сектора. Проходы, ведущие к домам, многие мечи чистят. А вот снег вывозят единицы. Вот и топят друг друга соседи весной. Такие цены заламывают. Это нам просто не по карману. Это что бы надо. Это и сейчас с крыши будем скидывать еще снег. Куда валить? Я вообще не понимаю. Вот в этом случае. Все те ругаются, тех топим здесь ругаются. И они точности так же вываливают сюда. С начала зимы только в Ленинском округе составлено более 500 протоколов за нарушение правил уборки снега. И если следить за тем, как очищают прилегающую территорию магазинов и ларьков администрация еще успевает, то вот за количеством снега в частном секторе нет. Впереди еще полтора месяца зимы. А значит, прошлогодняя ситуация с подтоплением в городе может повториться. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.